Итак, YouTube теперь разрешает зрителям посмотреть всю рекламу до начала просмотра видеоролика, чтобы потом не отвлекаться и не прерываться. Новые схемы мошенничества распространяются на YouTube, и люди, как всегда, продолжают на них вестись. Кажется, что ни делай, все равно найдутся пострадавшие. К сожалению, это так. YouTube продолжает устанавливать нововведения, которые могут показаться вам интересными. Теперь подробнее обо всем этом. Итак, Google определен системами о коронавирусе, за которые YouTube будет удалять видео. При повторных нарушениях аккаунту будет грозить блокировка. В список запрещенных тем вошли отрицание существования COVID-19, призыв к отказу от медицинской помощи и лечения народными средствами или молитвами, заявление о существовании вакцины от коронавируса, призыв к отказу от азиатской еды во избежание заражения, конспирологические идеи о связи заболеваний с сетями 5G, а также способы очистки воздуха от вируса фейерверками. Чего только не придумают ради хайпа и ради популяризации различных конспирологических теорий. Но люди, как и прежде, на это падки и собирают эти ролики много просмотров. Между тем, у YouTube очередные проблемы. Авторы YouTube-каналов больше не могут вести прямые трансляции с браузера Opera. Часть пользователей отмечают, что проблема началась 19 мая. Ошибка с текстом «в этом браузере невозможно проводить прямые трансляции» стала появляться при настройках трансляций. Одновременно с этим появилась кнопка с призывом установить браузер Chrome. Что это? Устаревшие технологии браузера Opera или же не совсем честная конкурентная борьба Chrome с другими браузерами? На Google в очередной раз подают в суд. Компания OnTarget требует заблокировать YouTube в России. Компания разрабатывает тесты для оценки персонала. Несколько каналов на YouTube размещают готовые тесты с предложением пройти их вместо самого работника. Похожий иск против Google был подан в 2018 году и YouTube был вынужден удалить ролики подобного характера. За второе нарушение антипиратского законодательства может грозить вечная блокировка. Слушание назначено на 5 июня 2020 года. Да, действительно, на YouTube всегда были и есть различные мошеннические каналы. Но банить за это сервис – это бред. Он Таргет, одумайтесь. Не стоит этого делать. Также ТРК Крым собирается подать на YouTube в суд за удаление каналов. Сервис удалил аккаунты крымского телеканала Крым24, а также информагентств Анна Ньюс и Ньюс Фронт, на которых было размещено много роликов о происходящем на Донбассе и в Сирии. Причина – нарушение правил сообщества. В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что расценивают эти действия видеохостинга как акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов под контрольными США интернет-платформами. В дальнейшем канал Крым24 намерен размещать свои видео только на российских сервисах. Ну туда и мы дорога. Хочется сказать, что здесь уже делать. Да, везде есть несправедливость, но так вот наезжать и делать громкие заявления – странно. А тем временем мошенники продолжают создавать проблемы. Злоумышленники создали фейковый аккаунт основателя Google Сергея Брина на YouTube и от его имени обещали 5000 биткоинов. В определенный момент прямой эфир смотрели свыше 100 тысяч человек. В небольшом окне показывали старые выступления Брина, а на его фоне продвигали мошенническую схему. Организаторы традиционно предлагали перевести на их аккаунты от 0,1 до 25 биткоинов, чтобы получить вдвое больше. Известно, что на кошелек мошенников поступил от 6 до 15 транзакций. К сожалению, люди ведутся на эту хрень. Ничего не поделаешь. Автор YouTube-канала «Схема» рассказал о том, как у него пытались украсть канал. Все началось с письма о покупке прирола по рекламе одного антивируса. Нужно было скачать и установить программу и после этого прорекламироваться. Естественно, в экзешник был встроен вредоносное программное обеспечение, которое угоняло аккаунт, крала все пароли и канал пропадал из учетной записи. После этого автор канала «Схема» внедрился в преступную группировку, которая занимается, в том числе на территории России, кражей YouTube-каналов, которые, используя методы социнженерии, например, и вот эти рассылки ложных рекламных объявлений, зарабатывают от 9 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц, а то и больше. А владельцы этих сервисов зарабатывают сотни тысяч долларов ежемесячно, обманывая людей и угоняя у них каналы. Мое мнение по этому поводу в конце данного видеоролика. А тем временем на биржах фрилансеров появились технические задания на разработку программы по накрутке зрителей на стрим YouTube. От разработчиков требуется обеспечить возможность дублирования зрителей с одного Google-аккаунта, 7-10 с одной учетной записи. Бюджет на разработку 350 тысяч рублей плюс дальнейшая платная поддержка. Видимо, пытаются продавать услуги по накрутке, также в конце об этом мое подробное мнение. Несмотря на эти проблемы, YouTube продолжает вводить интересные новшества. Одно из них касается не столько даже авторов, сколько зрителей. Сервис стал давать выбор, когда пользователь желает посмотреть рекламу в ролике. Все сразу в начале или дозировано в течение просмотра. Интересное новшество, многим будет полезно. YouTube будет уведомлять пользователей о том, что пора спать. Новая функция будет доступна на Android и iOS. Время получения напоминаний можно будет установить в разделе настроек оповещения. При получении уведомления можно будет принять, отклонить или отложить напоминания на некоторое время. А то, правда, люди засиживаются за просмотром YouTube и сбивают свой без того сбитый режим дня. YouTube анонсировал обновленный вариант рекламы под названием YouTube Select. Данный вариант рекламы будет ориентирован на премиум рекламодателей. Цельного введения сделать выбор площадок для рекламы более качественным и кастомизируемым, а также обеспечить безопасность бренда в контексте рекламы на токсичных для него каналах. Давно пора, тем более премиум рекламодатели сократили рекламные бюджеты. Надо же их как-то возвращать обратно. На прошлой неделе YouTube решил, что время разрешения видеороликов 720p ушло в прошлое. И теперь видеохостинг больше не отмечает такие видеоролики, как HD, то есть High Definition, высокая четкость. Теперь данное качество роликов приравнивается к ряду 360, 480p и считается SD, Standard Definition, стандартная четкость. Так что теперь только 1080p и выше считается HD. К прочим новостям. 17 мая канал Кокомилон Нерзер Раймс стал первым каналом на YouTube, который смог за неделю набрать больше миллиарда просмотров. На канале 82 миллиона подписчиков и он занимает третье место по посещаемости в мире. На нем публикуются анимированные детские мелодии, стишки. Ну вы знаете, ох уж эти детские каналы. В Индии рейтинг ТикТока упал до одной звезды в Google Play Store, Play Market точнее. В последние несколько дней индийские пользователи ТикТок добиваются его бана в стране, ставя ему одну звезду в Google Play. Эта компания, продвижение в социальных сетях под тегом бан ТикТок, связана с тем, что ранее YouTube забанил видео популярного индийского видеоблогера с критикой ТикТок. Кроме того, недовольство пользователей вызвало набравшее популярность на ТикТок видео в поддержку распространенных в Индии нападений на женщин с кислотой. Это уже не первая попытка запретить ТикТок в Индии. Как мы видим, любая платформа может становиться токсичной и вызывать негодование у людей. И если владельцы платформы не предпринимают достаточных мер для того, чтобы привести все в порядок, то вполне возможны подобные ситуации. И это, конечно, очень печально. Что ж, это все новости на сегодня. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Если у вас есть интересная информация из мира YouTube, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Мне и зрителям будет интересно прочитать. Обещал вам развернутый комментарий по поводу происходящего на YouTube. Сейчас спокойненько за кофейком все обсудим. Чтобы вы понимали, новости записываются в понедельник. Обычно утром еще до того, как я выпил кофе и начал какие-то другие дела. А потом к среде они монтируются. Обычно наш монтажер Данил монтирует выпуск. У него очень классный монтаж, стабильное качество. Если новостной выпуск такой себе или просто ролик какой-то, очень носящий проходной характер, тогда монтирует Юра, он монтирует попроще. И тоже достойно выглядит, но тем не менее есть разница. Так вот, к событиям, которые просто необходимо прокомментировать. Начну я с видеоролика на канале Схема. Конечно, поражает воображение масштаб того беспредела, который происходит в окружающем мире. Это очень грустно. Представляете, существуют целые огромные сообщества, которые занимаются кражей и перепродажей каналов. Они просто считают, что они зарабатывают тем способом, который им доступен. И это грустно. Потому что в одном сообществе, которое демонстрирует автор канала, было порядка 50 или 60 участников. В другом же 600. И владельцы этих сервисов получают просто огромные деньги. И этот счет идет действительно на сотни тысяч долларов. И это очень грустно. Просто у людей воруют каналы и затем перепродают. В основном, конечно, воруют англоязычные каналы, поскольку там стоимость выше. И, как следствие, прибыльность тоже на совсем другом уровне. Но, тем не менее, будьте готовы к тому, что вы можете столкнуться с мошенниками, которые попытаются угнать ваш канал. И я бы еще мог понять, если бы это была какая-то целенаправленная акция против конкретного видеоблогера для какого-то сведения личных счетов. Или для какой-то там оппозиционной политической борьбы. Это бы еще можно было объяснить такими действиями. Но здесь просто явление, поставленное массово, поставленное на поток, цель которого наживаться на том, чтобы оставлять людей без их детища, без канала, без того проекта, в который они вложили огромное количество сил, средств, времени, годы своей жизни потратили на то, чтобы поднимать канал. Поэтому принципиально важно быть осмотрительным, осторожным и не вестись на различные потенциальные угрозы. Понятно уже, что никогда нельзя передавать персональные данные мошенникам, такие как логин, пароль, смс-коды и так далее. Но будьте очень внимательны, когда вы вводите авторизационные данные на каком-то сайте, пусть даже внешне он похож на Google или на YouTube. Это может быть фишинговый сайт. Смотрите в адресную строку обязательно. Не устанавливайте какие бы то ни было приложения. Не запускайте исполняемые файлы. Особенно это касается людей с низкой компьютерной грамотностью, потому что это категория, которая наиболее подвержена такому риску. Человек может, например, открыть какой-то файл и сам, не подозревая, потерять логины, пароли из браузера, потерять доступ к аккаунтам, к банковским картам, к кошелькам. Плюс есть еще специальный троянский софт, который, например, может на андроиде запускаться, ставиться и похищать данные банковских карт, снимать ваши деньги. Это просто ужасно. Так вот, даже если вам что бы то ни было присылают, например, там какое-нибудь, не знаю, техническое задание или какой-то там файл с отзывами или установочный пакет программы, исполняемый файл, экзешник, который надо запустить, выполнить, не запускайте, не нужно. А тем более, когда присылают какие-то PDF-ки, документы, картинки, если они в исполняемом файле или в так называемом самораспаковывающемся архиве, не открывайте. Пусть пришлют, например, просто открываемой картинкой ВКонтакте или обычным PDF-файлом, который можно открыть, например, в Яндексе или где-нибудь еще там в Google документах. Будьте внимательны и осторожны, потому что возвращать такие каналы – это очень-очень трудно. И благо, например, вот я знаю людей, у которых каналы похищали, но их удалось вернуть, медиа-сеть GT Russia оказала содействие в возвращении канала и в ряде случаев действительно канал удалось отстоять. Но где-то, например, каналы были к тому моменту уже заблокированы или на них просто ударяли весь контент и начинали заливать какую-то пиратскую хрень. Так что здесь, как и знаете, в любом деле профилактика намного эффективнее и полезнее, чем лечение, и это нужно принимать во внимание. Дальше. Про мошенников, которые запустили стрим якобы от имени Сергея Брина. Тоже тема не новая, тема распространенная и, как знаете, никогда у нас такого не было, и вот опять повторилось, да, вот хочется просто процитировать это выражение. Так вот, не в первый раз запускают стримы якобы от известных людей от имени Билла Гейтса, от имени Сергея Брина, от имени Илона Маска и многих-многих других публичных личностей, которые якобы раздают криптовалюту. Но вы же понимаете, что это бред? Невероятная чушь. Да, некоторые личности весьма эпатажные, такие как Иоанн Маск, который может, к примеру, покурить коноплю в эфире, там, радиостанции или где он был. Но, и поэтому люди считают, ну, раз он способен на такое, почему бы ему не раздать, там, например, десяток биткоинов, тем более миллиардер, что ему это стоит. Но нет, уважаемые друзья, такие стримы, особенно когда вас просят отправить какие-то деньги, это явно мошеннические стримы. Здесь присутствуют все признаки мошенничества. Никому никогда не отправляйте никакие ни деньги, ни криптовалюту, ни пароли, ни какие-то там смс-коды. Это все делается с целью наживы на вас и делают это все, естественно, преступники. Схема очень простая. Запустили какой-то старый ролик с Сергеем Брином о том, что он что-то рассказывал где-то в уголочке экрана. А так оформили все, как будто вот идет раздача биткоинов. Когда вы присылаете одну сумму, а взамен получаете в два раза больше. И опять же, здравый смысл и логика наталкивает сразу на вопрос, если, например, Сергей Брин захотел раздать биткоины, зачем ему просить от вас отправлять ему какие-то биткоины? В чем смысл, в чем логика этого всего действия? То есть, здравый смысл, проверка здравым смыслом здесь не проходится. И дальше понятно. К сожалению, вот от 9 до 16 человек отправили какие-то деньги на эти кошельки, соответственно, они лишились этих сумм. И надеюсь, что со временем люди все-таки будут как-то более ответственно и внимательно относиться к подобным вещам. Хотя, честно, я сомневаюсь в этом. Я просто смотрю на улицу, я смотрю на поведение людей в нашем маленьком городе и понимаю, что ничего не меняется. И ждать каких-то изменений в положительном ключе, ну, вряд ли это возможно, вряд ли это того стоит. Как раз сейчас записываю этот ролик напротив окна, вижу, что там происходит и становится несколько грустно, честно говоря. Видимо, должна пройти еще не одна сотня тысяч лет эволюции для того, чтобы общество стало несколько другим, чтобы стали преобладать другие принципы, чтобы логика мышления была развита повсеместно. Но опять же, сейчас в современном обществе нет таких целей. Как говорил кто-то из наших чиновников, из власти, да, что цель современной России это воспитать и вырастить грамотного потребителя. И звучит это очень цинично и грустно. Но какие цели, так все в итоге работает, так все и получается. Но в итоге система не может стабильно существовать и быть эффективной, особенно в кризисные моменты. Особенно в такое непростое время, как сейчас, когда нас окружают грамотные потребители, а не аналитики, не созидатели, не люди с какой-то здравой ценностной системой. И это, конечно, хотелось бы изменить к лучшему, но непонятно, насколько это возможно и нужно ли это тем, кто действительно способен принести какие-то изменения. А плюс современные тенденции в школьном, университетском образовании тоже наталкивают на не самые хорошие, не самые добрые мысли. Вкусный кофе. Вот тоже с кофе будет отдельная история, которую расскажу на моем лайв-канале. Кстати, на лайв-канале у меня в скором времени выйдет много интересных роликов о том, как разводят людей. И маркетплейс беру, я дважды пострадавший от этого сервиса, о том, как ведет себя магазин плеер, поскольку я вот в самоизоляции, мне нужно какие-то товары покупать дистанционным способом. Плюс я не могу сейчас поехать в Москву, чтобы купить какую-то там электронику, технику. По этой причине мне приходится пользоваться маркетплейсами и различными интернет-магазинами в большей степени, чем обычно. И я сталкиваюсь с таким поведением, которое просто ужасает. Ссылка на мой лайв-канал будет в описании под этим видео. Подпишитесь, непременно будет интересно. А на этом я с вами на сегодня прощаюсь. Спасибо, что и комментарии тоже посмотрели. Пишите ваши отзывы в комментариях под этим роликом. Я все комментарии прочитываю. И потом наиболее интересное собираю в подборке и выпускаю ответы на вопросы. С вами я, Коно Дэн. Хорошего дня вам. Пока. Субтитры подогнал «Симон»